друзья приветствую вас утренний обзор давайте рассмотрим какие новости у нас на подходе что ожидается и как будет открываться торговые сессии что будет с котировками доллара нефти рубля евро золото и других ключевых активов сегодня вышел индекс деловой активности в секторе услуг по китаю от кайксина он на один процент практически выше чем предполагалось это позитив потому что то что касается услуг как правило это рост экономики внутри и поэтому для китая это особенно позитивный момент несмотря на то что здесь только две звездочки так аналогичная характеристика по россии сегодня будет опубликована но здесь я так думаю значение будет скорее всего провальный она будет ниже предыдущего сегодня можно сказать день пьемаев публикуется в 12 часов по германии по евросоюзу и сегодня в 16 30 число первичных заявок по безработице в соединенных штатах и вечером 6 часов индекс менеджеров по снабжению вот это ключевые события которые могут существенно повлиять на котировки и на движение валют но такие негативные новости по россии эксперты предупредили о кредитном кризисе в россии на самом деле вполне прогнозируемая вещь в соединенных штатах предполагается будет череда банкротств до сентября октября 2021 года поскольку падают доходы экономика работает хуже и хуже соответственно возникают проблемы с обслуживанием кредитных средств особенно у предприятий сейчас то что касается позиции юридических лиц на форте давайте посмотрим какая ситуация по фьючерсам и ртс здесь юридические лица сделали ставку на продолжение роста сбербанк здесь также ставка на продолжение роста газпром также ставка на продолжение роста но такая не очень уверенная так вот фьючерс на гмк здесь какие-то странные цифры но судя по всему ждут продолжение роста акций гмк так далее фьючерс рубль доллар юридические лица делают ставку на то что рубль будет укрепляться к доллару евро доллар здесь ставка на то что евро будет проседать евро рубль ставка на то что рубль к евро будет укрепляться так и по британскому фунту ждут просадки нефть здесь ставка на то что нефть будет расти но в течение дня вообще как бы в перспективе среднесрочной юрики делают ставку на то что не будет проседать и по позициям физических лиц пока не обнаруживается заход волшебного физика который всегда внезапно появляется делает ставку на рост нефти серебро здесь ставка на просадку серебра золото здесь тоже ставка на коррекционный откат по золоту газ здесь ставка на то что газ будет падать но и на текущий момент западном сообществе появилась новая проблема которая связана с обеспечением обязательств по выплате пенсий как известно на западе особенно соединенных штатах существенную часть пенсии составляет инвестиционная часть так вот на текущий момент проблема связана с тем что несмотря на то что пенсионные фонды формирует активы исходя из цен на акции и индексы но те обязательства которые они выполняют они привязаны к доходности обязательств и поэтому текущая ситуация на рынке связана с тем что в ближайшие 5-10 лет американские и европейские пенсионные фонды они столкнутся с проблемой в части выплат пенсионерам денег я думаю это всего лишь техническое проявление того фактора что западное общество она стареет то есть процент людей которые преклонного возраста увеличивается особенно это видно по японии и это так или иначе будет перегибать палку но это неизбежно неизбежное следствие развития общества когда улучшаются условия человек начинает долго жить и меньше оставлять потомство но это в общем то все биологические виды они поступают таким образом поэтому здесь получается палка двух как концах и поэтому в текущей ситуации даже если все будет хорошо мы пройдем через w-образное восстановление или даже если не будет второго дна через какое-то время пять-десять лет мировая пенсионная система западных стран столкнется с проблемой которая затрагивает выплату по тем обязательствам которые несут пенсионные фонды и по китаю продолжают поступать такие тревожные звоночки рекомендуют в китае доработать законодательство которое связано с банкротством компаний поскольку основную часть в китае промышленность составляют компании с государственным участием кого это нам напоминает вот то соответственно здесь связи с тем что в ближайшее время как ни крути будут разворачиваться стремительно события связаны с продолжением нарушений логистических цепочек и возможно кризисными явлениями по мнению западных инвесторов в китае необходимо дорабатывать законодательство которое связано с банкротством компаний для того чтобы обеспечить интересы инвесторов которые в китай пришли и продолжают приходить поскольку сейчас идет тренд на то что экономика китая восстановится 1 и надо успеть накупить китайских акций обращаю внимание что здесь но это не только в китае вообще мировая практика такова что покупка акций она хороша на этапе роста когда начинаются какие-то проблемы и возможно компании будут банкротиться именно акционеры компании то есть те кто купили акции они становятся теми кто несут издержки связанные с прекращением деятельности компании они получают возмещение в случае продажи активов самую последнюю очередь поэтому акции это круто в части роста но если у компании возникает проблема это как раз тот актив который в последнюю очередь получает возмещение так друзья давайте перейдем графику это вот викс вчера закончили торговлю но по виксу такая вот штука разворотная сформировалась и поэтому если мы не пробиваем дно сегодня завтра 19 с половиной не уходим на 17-15 то вполне вероятно что вот эта штука она но если кардинально не приведет к росту движению в район 30 то по крайней мере отсюда вполне может сформироваться отскок и цель движения будет 2526 вот сюда вот в этот диапазон отдали дневной таймфрейм китайского индекса но сегодня мы продолжаем корректироваться после бурного роста который происходил в начале недели здесь по сути вот сейчас уже рисуется разворотной информации которые вполне могут привести к ощутимому откату в район 4900 4850 вот но на текущий момент пока удерживается 5000 значения мы где-то будем на хаях находиться и торговаться но текущая ситуация по китай с моей точки зрения для российского рынка она пока нейтрально сейчас 830 по москве так дальше если snp 500 среди на фьючер здесь у нас консолидация на х и пока не будет коррекционного отката с пробитием 3620 ничего страшного нету будем туда-сюда ходить пока еще вроде бы ралли не заканчивается ес на тревожный звоночек по вексу то что он будет пытаться сегодня возможно отскочить и это будет на рынке давить часовой график snp здесь у нас попытка разворот и коррекционного отката локально если рассматривать вот эту ситуацию как она развивается здесь есть уровень который 3642 если он не пробивается то вот эти все движения будут выкупаться и рост скорее всего будет продолжаться так ну вот итоги размещения о фс 9 миллиардов это первая часть и вторая часть тоже девять с половиной но небольшая сумма 17 миллиардов план выполнена здесь уже просто его проводит для поддержания баланса так далее индекс rgbi российских фазе здесь вот подошли мы к такой черте критичной если сейчас не будет отбоя и движения на 154 5 то отсюда разовьется движение цель которого 153 2 до внешняя цель и это окажет дополнительное давление на рубль так индекс доллара дневной таймфрейм но здесь по сути движение продолжается в район 90 целых одна десятая восемьдесят девять и семь пока никаких разворотных формаций не предвидится так друзья далее не в дневной таймфрейм но вот вчера вроде бы там утряслись все договоренности и сейчас реализуется наиболее вероятный сценарий это продолжение роста так это дневной таймфрейм давайте более коротенькие таймфреймы посмотрим по дневному таймфрейму все движение идет на 49 потом на 50 ну и здесь у нас демаркационная линия которая проходит на 47 47 5 пробили но 47 потрогали и отскочили вот здесь текущая картина указывает на то что высока вероятность развития движения на 49 как минимум так 4 часовой таймфрейм по бренду что здесь примечательно идет движение на 49 но в том случае если мы сегодня с утра получим пробитие 47 и 7 вот этого диапазона то у нас отсюда вполне может произойти коррекционный откат и цель этого отката будет движение вот сюда вот на 47 и 2 вот если 47 не будет пробита то эти откаты будут выкупаться и соответственно у нас по плану сегодня движение на 49 так друзья далее золото российские юрики сделали ставку на коррекционный откат что могу сказать по факту это 4 часовой график сейчас вот 1837 на этом диапазоне мы закрепились если в результате отката не будет пробита 1830 1833 вот этот диапазон то уже с утра у нас отсюда наиболее вероятно разовьется либо за дерг либо равномерное движение цель этого движения будет в район 1850 1855 вот сюда вот вот но вообще конечно сейчас бы ему откатиться и здесь вот набрать топливо и после того как набор топлива будет завершён порох пороховницы появится тогда уже отсюда можно стартовать на 1855 наверное все таки действительно юридические лица они здравый смысл проявляют что будет коррекционный откат и после него уже разовьется движение обращаю внимание 1830 если пробиваем и закрепляемся то отсюда мы будем падать и дальше и цель движения будет 1815 1814 но я думаю после от стойки вот здесь мы двинемся наверх так далее серебро опять же юрики российский делает ставку на просадку серебра ну как мне вот видится что просадка будет на 23 9 23 и 85 вот сюда в этот диапазон по сути здесь у нас сейчас идет консолидация это консолидация наиболее вероятно сегодня приведет к тестированию на пробой 2445 и по факту этого пробоя сегодня уже цель движения будет 25 в каком случае этого не произойдет этого не произойдет если у нас коррекция которая сейчас намечается приведет к пробитию диапазона 23 8 23 65 вот этого диапазон чека который вот здесь сформирован если таковое движение возникает то будет либо коротенький задер вниз провал либо окончания вот этого растущего движения и цель короткого задерга или отката будет в район 23 так друзья дали рубль-доллар юсб эту муру но здесь у нас роста не получилось по доллару пробили нижнюю границу и движение еще не закончилось оно должно закончиться приходом на семьдесят четыре восемьдесят пять вот здесь будет либо проторговка консолидация набор позиций и отскок или в случае развития пробития семьдесят четыре и шесть мы отсюда уже пойдем более глубоко на семьдесят три и три но это перспектива не сегодняшнего дня скорее всего если только сегодня нефть не вынесут на 50 плюс сегодня четверг нефтяной день вот и только в этой ситуации конечно можем увидеть более сильное укрепление рубля на текущий момент я думаю все таки перспективы это семьдесят четыре восемьдесят пять и далее по факту консолидации коррекционный отскок цель которого будет семьдесят пять с половиной так далее часовой таймфрейм но здесь очень похоже на то что с утра мы пойдем тестить семьдесят четыре восемьдесят пять если это придет в пробой семьдесят четыре и шесть на объеме то тут уже может развиться движение по направлению семьдесят три и четыре вот я думаю такой сценарий маловероятность скорее всего будет движение вниз и по факту консолидации соответственно мы увидим возврат вот сюда вот в этот диапазон который находится от 75 до 75 и 2 здесь какой еще есть нюанс в том случае если будет движение наверх в течение дня или на открытии мы получим пробой семьдесят пять и три то у нас отсюда разовьется движение цель которого будет семьдесят пять и семь пока такой сценарий маловероятен скорее всего движение либо в этом диапазоне либо задерг на семьдесят четыре восемьдесят пять далее евро доллар но здесь движение на одна целая двадцать три и пять она на одна целый двадцать четыре сейчас вполне резонно произойти коррекционному откату цель отката одна целая двадцать девяносто в том случае если коррекционный откат не приводит к пробитию одна целая двадцать двадцать пять все это будет приводить до набору позиций и дальнейшему росту так далее евро рубль тумору дневной таймфрейм вот у нас цель ближайшее укрепление рубля это 90 целых шестьдесят пять это по дневному графику далее четырехчасовой график скорее всего у нас все-таки из диапазона 90 целых шестьдесятых 90 целых 75 вот здесь будет либо проторговка либо сразу при приходу при приходе в эту область отсюда возникнет коррекционный откат вообще по четырехчасовому графику мы должны в первой плане дня сходить на 91 вот сюда вот это будет либо сразу либо по факту движения сюда потом набор позиции попытка отскока ну и часа вик по евро указывает что наиболее вероятно евро рубль вот сейчас может быть на открытии произойдет задер вниз юрики делают ставку на укрепление рубля но дальнейшее движение по евро судя по всему ограничиться вот этим значением 90 целых 7 может быть 90 целых шесть и отсюда наиболее вероятен отскок цель этого отскока движение на 91 17 91 и 1 вот сюда в этот диапазон далее фьючерс на индекс ртс декабрьский но смотрите мы закрепились выше пробоя 131 131 1500 соответственно текущий формат предусматривает дальнейшее движение район 150 тысяч но любой момент может произойти откат и соответственно текущая формация указывает на то что если будет пробой 129 тысяч 500 то вот это движение она закончится с высокой степенью вероятности на текущий момент в том случае если сейчас на открытии мы пробиваем 133 1600 133 тысячи 850 у нас отсюда идет импульс движения цель которого будет 135 тысяч 500 в том случае если мы на открытии получаем коррекционные откаты пробитие 132 850 то здесь наиболее вероятно что у нас произойдет дальнейшее движение либо короткий задер к либо снижение и консолидация в диапазон 131000 я склоняюсь к мысли о том что на открытии у нас может быть будет коротенький задер на 132 1800 и консолидация вот здесь вот верхнем диапазоне как только появятся позитивные сигналы отсюда возможен дальнейший рост пока как бы я думаю что где-то здесь и будем мариноваться но на текущий момент особых скажем так факторов сигналов на то что произошел коррекционный откат на 131 тысячу я не наблюдаю все друзья спасибо за